Между дисциплинарного семинара «Колодные земли» Я предложу извинения. Мы обычно на этом семинаре говорили на английском языке большую часть времени, меньшую часть на русском языке, или пытались друг другу переводить, то есть в разных условиях проходило, потому что это зависело от аудитории, которая приходила в качестве слушателей, это зависело от того, кто приезжал из ветра, и, конечно, это было связано с направленностью самого семинара. Но в этот раз у нас семинар, он в большей части будет проходить на русском языке. Так уж получилось, сформировалось, как именно эта система была задумана. Поэтому я уже принес извинения, разъяснил нашему уважаемому коллеге профессору Гадаре, что так будет проходить. Он уже за эти визиты русским языком в значительной степени овладел, и у него есть возможность использовать различные технические средства для того, чтобы облегчить свою жизнь. То есть он быстро ориентируется, если нет под боком, в носителе языка, которому он ассоциировал. И так вот уже неожиданно получилось, что оказывается, вот сейчас у нас вот в течение ближайших полутора месяцев у нас пройдет три встречи, связанные с семинаром по родной земле. Значит, первая встреча, тот семинар, который мы с вами сегодня открываем, он у нас рассчитан до 31 октября включительно. И он у нас десятый по счету. Мы, правда, никаких по этому поводу не делаем отдельных обобщений, сообщений, хотя это уже десятая сессия этого семинара за последние несколько лет. И у нас на следующей неделе, с конца следующей недели, то есть седьмого примерно по 12-14 ноября у нас будет одиннадцатая сессия данного семинара, посвященная тематической сети Университета Арктики горнодобывающей промышленности. Это будет проходить медленно на базе нашего института, биологического института. И в конце ноября у нас приезжают директора библиотек ведущих университетов Северной Америки, это США и Канады, которые в конце ноября здесь на базе нашей научной библиотеки будут проводить установочное собрание для создания новой тематической сети, посвященной сотрудничеству Северного библиотек мира. Тоже инициатива, которая была заложена, и вот слава богу мы вот эту инициативу будем реализовывать. Это нам помогает те связи, которые мы устанавливаем, в том числе и в рамках семинара «Холодная земля». Ну, за эти годы много мы проводили сессий, были фокусы этнографические, были фокусы экономические, были фокусы исторические. Одна сессия когда-то была посвящена у нас политологическим аспектам, связанным с жизнедеятельностью насилия. Был у нас особый семинар, вот в феврале 2013 года, семинар, на котором у нас полностью присутствовали эксперты рабочей группы КАФ, Арктического совета по сохранению хлории и флауны, тоже нам очень запомнилось. И вообще, принцип работы семинара, то что мы ищем людей, неравнодушных к Северу, людей, которые с разных точек зрения изучают особенности Севера, людей изучают Севера, и хозяйственную деятельность, изменения, динамику процесса, которые проходят. Поэтому, конечно, мы, таким образом, мы никогда не проводим данный семинар силами только какого-то однолучшего подразделения университета. Всегда это проходит в сотрудничестве. Самым главным партнером данного семинара является, конечно же, наша научная библиотека. Даже вот сегодня они в фоновом режиме делают выставку, в фоновом режиме, потому что они люди очень скромные, сколько мы их не выпрашиваем, они каждой сессии готовят выставку, отдельно, потом еще там будет отдельная выставка под стеклом, эти книги будут размещены. Но выступать они не хотят. Они говорят, вот мы подготовили, вы, пожалуйста, сами, если понравится, скажете замечание, будут, тоже скажете. Но здесь вот они постарались подобрать действительные монографии, выпущенные как учеными нашего региона, других регионов Севера, представителями ведущих научных школ северо-реческих нашей страны. Есть, значит, литература, издания, посвященные методическим вопросам, краеведения, значит, биологии, географии, истории, этнографии. Есть материалы, посвященные, особенно это будет, значит, тем, кто, вот, гости республики, да, кто приехал за пределами республики, или тем, кто не совсем знаком пропустил это в своей жизни. Это серия у Лусы республики, тоже очень интересная, которая пока не закончена. Вот она представлена с фотографиями, и надеемся, что будет жизнь этой серии дальше продолжена, будет дальше она реализована. Ну и поэтому мы еще раз благодарим научную библиотеку, то есть мы с нее традиционно начинаем. И у нас, библиотекам в течение этого года, ну, не то, что она нас поддержала, мы друг друга поддерживаем, потому что решением ректору университета создается специальный фонд северной артической литературы. Мы, вот, как раз хорошо подошла директор библиотеки Татьяна Семеновна, как раз Татьяна Семеновна поддержала, что тот фонд, который был в секторе иностранной литературы, разный, литературно-иностранных языков, как мы с вами в советское время слышали, этим фондом пользовалось довольно ограниченное количество студентов, ограниченное количество научных работников на советском лиминате было принято, отдельный доступ, сложнее было с получением этих книг на иностранных языках. Сейчас это стало сделать гораздо проще, и поэтому, значит, идет видоизменение данного сектора иностранной литературы. Названия мы пока не придумали окончательные, да? Ну, Татьяна Семеновна скажет, это их прерогатива, поэтому я им отношусь. Но, значит, это действительно тоже большое событие, которое будет происходить в нашей библиотеке, и мы, конечно, в конце ноября, ожидая визит директоров библиотек ведущих северных университетов мира, мы ожидаем, что они нам помогут и в пополнении нашего фонда. Собственно говоря, для этого мы и хотим в конце ноября их сюда пригласить и провести вот это мероприятие. Ну, и, конечно, у нас, нашим партнером в нескольких, вот в двух, по крайней мере, сессиях, и в том числе в нынешней, является Институт непонепрерывного профессионального образования нашего университета, директор Ольга Марковна Черосова, тоже сегодня мы попросили подойти представителей Института. Собственно, сегодня у нас не будет, как такового, еще лекций, занятий сегодня нет. Мы только с вами знакомимся, знакомимся с программой, знакомимся с идеей данных сессий, семинара данного года, знакомимся с лекторами и получаем информацию, которая может быть дальнейшим полезна. Таким образом, я объявляю, значит, десятую сессию семинара открытой. Она называется «Мониторинг его исследования населения пунктов северных территорий». Чуть позже, значит, я расскажу, пройдусь по программе, представлю векторов. А сейчас, значит, я предоставляю слово, значит, хозяйке данного зала и поставлю нашему информационному партнеру, идейному партнеру Татьяне Семеновне, библиотеку университета. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в стенах нашего библиотеки, в нашем конференц-зале. Наш конференц-зал пользуется очень большой популярностью не только среди нашего университета, но и в городах, в том числе и в республике. И вот мы хотели вам предложить небольшую выставку из фондов нашей библиотеки, то, что касается Арктики. Михаил Юрьевич сегодня правильно сказал о том, что у нас был сектор, и он не из сектора зарубежной литературы, и свою миссию, можно сказать, он выполнил. Поэтому мы решили, что нужно как-то так, поскольку в стенах университета очень много исследований, связанных с арктической зоной, решили создать такой сектор, пока предварительное название, Арктикинфор. Подобная структура есть в Северном Арктическом федеральном университете, но САФО занимается тем, что собирает информацию в электронном виде, то есть все, что представлено в интернете. Наша задача — собрать как можно больше литературы на любых носителях, то есть чтение, чат, электронные, может быть даже в какой-то степени ресурс интернет. Но я думаю, что в будущем наши усилия, наверное, и в САФО, наверное, как-то, так скажется, отдадим единую информационную площадку. Вот мы рады видеть вас в наших стенах, поскольку с семинаром «Холодные земли» мы сотрудничаем уже не первый год, а с 2011 года. Каждый год в это время у нас проходит торжественное открытие этого семинара. Мы очень рады, что теперь, на сегодняшний день, информационную поддержку мы будем стараться оказывать постоянно. При этом, как сказал Михаил Юрьевич, в конце ноября у нас будет уже тоже встреча с нашими коллегами из Университета Арктики. И надеемся, что пополнение нашего фонда будет еще осуществляться за счет международного книга «Одмена». На сегодняшний день это такая очень перспективная тоже форма обмена информации. Не только информации, но и документальной информации в том числе. И я рада представить вам человека, которым будет заниматься. Арктикинфо – это Осипов Дмитрий Юрьевич. Наш новый сотрудник, буквально вот он у нас работает чуть больше месяца, но уже начал подгаровать фонд, который будет относиться к оказывающим проектам. Еще раз разрешите вас поприветствовать, посылать вам успешной работы. Я думаю, что подобные семинары, на которых вас приглашают, вы должны получить пользу. И я думаю, что и в будущем, наверное, мы будем с вами также сотрудничать. И, оказывается, постараемся оказать вам тоже информационную поддержку, поскольку наш университет является одним из таких масштабных подписчиков на электронные ресурсы. Лицингионные электронные ресурсы – это значит электронно-библиотечные системы, зарубежные лицингионные ресурсы. Я думаю, что каким-то образом мы постараемся вас обеспечить доступом к тому, чем владеет университет. Спасибо. Будь успешной работой вам. Спасибо. Давайте мы сразу информационную блок-вставку сделаем. Дело в том, что участниками семинара в этот раз у нас стали учителя. Это шаг сознательный. Вы знаете, что университет очень активно поддерживает свой северо-восточный университетский образовательный округ, который входит в учреждения школы, гимназии, лицеи, нескольких субъектов Российской Федерации, прежде всего, расположенных на северо-востоке страны, также наших соседних регионов, которые к юго-востоку расположены. То есть и Хабаровский край, и Ламурская область, ну и те, кто рядом, граничит с нами на западе, на юго-западе республики. Ну и, конечно, по половину практически участников, сколько бы мы ни старались, у нас составляет только половину, к сожалению, представителей северных наших университетских. Очень сложно обеспечить их приезд сюда, хотя мы аж с пятницы планировали, у нас практически лекции, мы отодвинули аж на вторник, а с пятницы мы планировали их заезд, поскольку раз в неделю рейсы, мы знали, что погода переносится. Как бы мы ни старались, к сожалению, не все еще подъехали. Значит, есть ряд рейсов перенесенных, то есть люди ждут по нескольку дней уже. Значит, Булунский район ждет, вот уже два дня выйдет. Значит, у нас Алла-Реха, Русская Устья, не смог участник, участница приехать, потому что река не замерзла, еще не смогла до аэропорта добраться, соответственно, вот такая ситуация. У нас Устьяна не приехала из-за непогоды, Устьянский Усть. Значит, ну, рады, что приехала бы, да, будем походу знакомиться. Вот, Акудиму Гавринину рады видеть, разумная, кто нас представляет, Акудимский район, будем знакомиться. У нас, значит, Павел Александрович Портнягин не приехал еще, да, но тоже вот он сегодня, ну, мы знаем, что уже буквально, значит, Алла-Эхай, это из административного центра из Чокурдака приехал представитель. Значит, Аннабарский УЛУС у нас, Дарья Михайловна есть, да, очень хорошо, значит, мы Аннабару очень рады, потому что у нас тоже Аннабар редко бывает, в силу таких вот возможностей редко приезжает. Мы ждем еще Елена Батантай, которая тоже, значит, заявился, она тоже у них очень сложная транспортная схема. Устьянский мы тоже вот ждем, завтра, скорее всего, тоже вылет они ждут, не смогли приехать. Ну, ближним чуть проще, значит, у нас Ангинский, Иннабский, Уссалданский, Татинский, и, значит, с одной стороны проще, с другой стороны часть из них, они у нас только завтра непосредственно к лекциях подъезжают. Ну, тоже своя специфика здесь есть, когда близко находятся. Ну, и мы очень рады тоже давнему партнеру нашего университета в различных программах, это Ольга Юрьевна Рожкова, представляющая у нас Алёпинский Уссалдан. Мы тоже многие знаем, учителя, коллеги. Поэтому состав такой. Задумка, конечно, чтобы мы в рамках данного семинара, значит, получили, создали такую рабочую группу, своего рода тематическую сеть, учителей, исследователей, учителя, которые работают в тех населенных пунктах, до которых очень сложно добираться, регулярно добираться, это связано с большими затратами времени, с большими затратами энергии, с большими затратами финансовыми, но, тем не менее, эти территории нам нужны, и люди нужны, и мы понимаем, что нам оттуда нужны дети, которые в будущем будут поступать на разные специальности нашего университета. Поэтому интерес университетам в этом. И более подробно можно сказать о нашем взаимодействии с учительством, со школами, с гимназиями, с управлениями образованием, представитель нашего института непрерывного профессионального образования, Захарова Надежда Ивановна, которая здесь представляет МКВ, является начальником отдела данного института, и действительно, несколько тысяч человек в год проходят через различные курсы. И в явном виде, как Татьяна Семеновна сказала, в бумажном виде, и также общению в виртуальной форме, потому что есть и веб-кафедра, и очень много чего приходится делать в виртуальном таком формате. Пожалуйста. Спасибо за предоставленную возможность. Как сказал Николай Ильич, я представитель института непрерывного профессионального образования. Ну и подготовили мы такой небольшой чисто информационно-аналитический проспект, для того, чтобы вы ознакомились с деятельностью вообще института, для себя что-то приняли. Ну и сделали акцент, конечно, по поводу того, насколько мы свое внимание акцентируем именно на наш север, на наш край. Ну, как и всякие образовательные структуры, у нас есть определенная миссия, которую вы видите на первом слайде, да, что мы из себя представляем. Помимо этого, цель нашего института – это, конечно же, повышение качества кадрового потенциала. Все это выливается в определенные направления, такие направления, которые лаконично сказаны на данном слайде, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, конечно же, реализация различных социальных проектов, ну и научно-исследовательская деятельность. Не без этого, как раз это ниша, рекой, который помогает двигаться всегда вперед. Ну вот, хочу остановиться на одном из более глобальных проектов, который как раз был начат в 2014 году. Арктика – территория, дороги и северных народов. С целью того, чтобы приобщить народ и вообще оказать некие какие-то социальные услуги, то есть развести границы между образованием, медицинами и другими какими-то сферами, наши преподаватели специально выезжают на северные территории, чтобы оказать какие-то услуги. В данном случае, например, был выезд в Жиганский УЛУС, где в марте месяца группа преподавателей Северо-Восточного федерального университета и мобильного центра здоровья приехала в Жиганск и охватила четыре поселения Жиганского УЛУСа с целью того, чтобы сделать медицинский осмотр, например, и провести какие-то образовательные семена по теме здоровья и сбережения, как инновационный аспект современной жизни. Ну, население этого района, конечно, очень малочисленное, особенно сами поселения, они очень с маленьким охватом, по нескольку сотен человек живут, ну и поэтому цифры, конечно, скажем так, небольшие. Небольшие, да? Ну, и есть продолжение данного проекта, уже вот планируется выезд коммерно-выбеденной команды в Усть-Майский район, как вы видите, это место компактного проживания коренных малочисленных народов. И следующий выезд должен до конца 2014 года, это будет уже Неренгринский район. Мы предполагаем, что охватим и Неренгринский, и Неренгийский национальный наслед и два поселка, Ханя и Золотинка, где тоже же есть место компактного проживания коренных малочисленных народов. Ну, и вся, конечно же, проблема в том, что наша огромная республика, 3 с лишним квадратных, 3 миллиона квадратных километров, предполагает, что передвижение, выезды, они не только занимают физические какие-то, собственно говоря, условия должны подразумевать, финансовые, экономические однозначно, но и чтобы все-таки дойти до нашего края Новосевера, мы предлагаем такие возможности, чтобы, опять же, выезжала определенная команда преподавателей и предлагала услуги прямо на месте. Вот как было это, например, для улусов Среднеколумбского и Нижнеколумбского, где преподаватели предложили переподготовку на такие актуальные на сегодняшний день специальности, как воспитатель дошкольного образовательного учреждения и менеджмент в образовании. Видите, что охват тоже, опять же, кажется, вроде бы небольшой, 49 человек, но это вполне нормально, потому что, скажем так, 3-4 школы всего в Луисах бывает, и, естественно, по одному, например, учителю физики, по одному химику и так далее, и если их по пальцам посчитать, это, конечно, абсолютно минимальное количество. Ну, в данном случае вот как раз кто изъявил желание быть более осведомленным в области образования, менеджмента, то, соответственно, они подписались и обучались на годичные курсы преподготовки. Следующие вот улусы, которые мы охватили курсами повышения квалификации, просто семинары, это вот в течение 2014 года как раз, как вы видите, Аймеконский, Нижнеколумбский, Аймекский, Лайфский у нас и так далее, там дальше еще есть, да, в которых предлагается не только повышение своей квалификации педагогам и руководителям образовательных учреждений, но и, соответственно, подготовка выпускников средних школ к сдаче единого государственного экзамена. Специально делаются консультации для старшеклассников, и это, скажем так, хорошее подспорье для того, чтобы все-таки улучшить, показатели о ЕГЭ, да, как вы понимаете, у нас это проблематично. Ну и, если смотреть, вот, в общем, охват, получился, что за полгода мы постарались обучить более 500 человек, снижив желание как раз повысить свою квалификацию в области образования и других видов. Ну и, чтобы быть более, скажем, востребованными, актуальными, конечно же, преподавательский состав, как в нашем институте, но и нашего университета, постоянно идет разработка новых модулей или программ, для того, чтобы учителя, те же самые педагоги, воспитатели могли повысить свою квалификацию в определенных областях именно национального образования. В данном случае здесь дается вам перечень, представленный перечень программ, которые уже разработаны, утверждены на ученом совете, на научном совете, относящиеся как раз к национальным направлениям. Ну вот, как вы видите, они очень разнообразны. Есть даже, скажем, такие темы, как традиционная одежда якутов 18-20 века, коврад якутов в системе народной и так далее. Ну а сейчас перед вами картинка общей статистики того, насколько вот динамично все-таки получается обучение желающих повысить свою квалификацию в различных областях за 10-14 годы. Видно, что люди все-таки заинтересованы и хотят идти в ногу со временем, видят, что информационная культура сейчас очень востребована и быть всегда в русле это очень важно, полезно, как для профессиональной деятельности, такими, собственно говоря, для самого человека, в лучшем стране, то и, соответственно, показатели здесь довольно-таки хорошей динамики представлены. это вот как раз за годы последние 4 годы. Мы с 10-го года в институте внутреннего профессионального образования про университете работаем и, скажем так, что есть хорошие показатели. Но вот здесь вот мелким шрифтом, правда, представлены те направления и подготовки, которые мы предлагаем. И как вы видите, наиболее востребованно оказывается все-таки люди сейчас и студенты, которые заканчивают первое высшее образование, заинтересованы в другой специализации. Например, вот здесь представлена самая большая динамика в количестве такой юриспруденции. Ну и далее, конечно, менеджмент идет и такие, как бухучет, анализ и аудит, финансы и кредит и так далее. Это экономические вторые специальности. Ну, здесь представлена динамика студентов, количество студентов, по которым выбрали тоже постараемся, ну, были заинтересованы так в определенной второй профессии, второй специальности из разных факультетов. Ну, понятно, что многие экономические, будущие студенты, предвыбавшие экономические специальности, они, как ни странно, все-таки выбирают вторую специальность и юриспруденцию. Видите, что вот зеленая шкала это как раз вот, например, финансово-экономические институт, студенты его выбирают юриспруденцию. Дальше мы видим пединститут очень с наклоном в менеджмент образования, красная шкала, да, большая. Ну, и институт математики, информатики выбирает, как мы видим, финансы и кредит. То есть, вот такой показатель как раз говорит о том, какие сейчас ценности более стоят на первом месте у наших будущих, скажем так, специалистов в нашей сфере. Ну, и вся информация, скажем так, выложена, конечно, на специальном квартале веб-кафедрах института и профессионального образования. Здесь как новости, так и статистика, так и насколько востребовано, кто где как учится, куда хочет поступить, поможет общаться и так далее. Все это вот как раз на веб-кафедре. На следующем слайде тоже показано какими ресурсами обладает данная веб-кафедра, то есть, какие книги, каких авторов представлены в развернутом виде, воспользоваться можно, прочитать, записаться на дистанционные курсы. Это вот как раз здесь все это описано. статистика по результатам деятельности веб-кафедре, это уже следующий слайд, насколько люди заходят, кто является самым активным пользователем, какой модуль они больше чаще выбирают, как раз здесь все и представлены. Ну и я хотела бы, чтобы наши учителя, которые приехали с такой с как мы говорим, с холодной земли, как говорится, познакомились более тесно с рекламным проспектом, в котором представляется возможность выбора этого или иного, скажем так, модуля, виде переподготовки. Вы читали, пожалуйста, передайте со всеми. Присоедините, пожалуйста. Ну и институт от лица значит ректора нашего Евгении Саевны, коллеги Марковича Ростовой хочет тоже презентовать иронографию Евгении Саевны соавторств, деятелями образования Соединенных Штатов Америки и Ольги Барковой книгу, которая называется «Современные системы образования осмысления опыта управления в условиях реформирования». Данная книга цельна тем, что представляет очень хорошую аналитическую базу за последние 10-20 лет развития образования в республике. Можно воспользоваться именно с точки зрения, насколько можно взять какие-то цифровые, статистические данные, содержательные какие-то вещи в образе образования и путь. Я думаю, мне помогут в таком-то раздражении в будущем. Ну, я желаю всем участникам семинара плодотворной работы, успешной учебы и, конечно же, успехов в своей профессиональной деятельности. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, что же, мы перейдем в программе, если подробно пройдемся, обсудим, что в течение этой рабочей недели нам предстоит сделать. Сразу скажу, что, конечно, мы предполагаем, что те знания, навыки, контакты, которые у нас в течение этой недели, дальше мы в течение гораздо более длительного срока будем уже реализовывать совместный проект. Ну, координатором данной сессии у нас является, как было сказано, Дмитрий Ильич Осипов. В основном вы его слышали, с кем он созванивался, переписывался по электронной почте. Мы действительно при взаимодействии с учителями за последние годы создали ряд форм взаимодействия по североведческой тематике. Это, конечно, можно здесь назвать и междисциплинарную секцию в североведении в рамках конференции «Шаг в будущее». И, кстати, именно общение с учениками, которые представляли результаты своих исследований, часто, к сожалению, приезжающие, например, из северных улусов бы из своих учителей, в силу, понятных финансовых причин, и общение с самими учителями, выезды, которые по линии МПО в том числе делаются, и по линии многих других программных мероприятий, которые реализуются в университете, они нас натолкнули на мысль, что, да, нам необходимо выделить особое внимание к тому, чтобы учителей вооружить различными инструментами проведения различных исследований. Дальше у нас вот с прошлого года, благодаря тому, что профессор университета Ариаско-Фербенскин, ЖЭШК, выиграл Гранд Фулбрайта и выбрал наш университет для похождения годичной стажировки. Он член Международной Ассоциации Мерзолотомедов Мира и инициатор, и главный идейный вдохновитель, человек, который ищет деньги на то, чтобы реализовать в циркумполярном масштабе проект Мерзолотомер в школах. Мы с 2013 года с лета начали реализовывать проект Мерзолотомер в школах Республики Сахар-Ипульти. Поэтому состав семинара у ЛУСа он и на этом тоже базировался. То есть здесь присутствует представители тех УЛСов, куда нам по большей части удалось выехать, где были организованы группы, установлены оборудования. В некоторые так и не удалось с теми разных причин выехать, но тем не менее это люди, которые очень активно с нами взаимодействуют. Поэтому если мы с вами посмотрим на состав учителей, то так получилось, что мы писали письма в адрес главы администрации УЛС-направления, формулировали особенности данного семинара и просили нам подобрать человека, которого мы могли бы пригласить, оплатить проезд, разместить и позаботиться о том, чтобы его время здесь было использовано в городе Японске. Получилось, что из большей части тех, кто у нас попал в состав участников, ну вот 11, я смотрю, да 11 УЛСов у нас представлены будут в этом семинаре. Из них оказалось, что учителя географии по ословию 8 человек. Два биологии, один иностранный язык. Поэтому вот впервые, несмотря на то, что я сам географ, и семинар мы уже проводили до этого 9 раз, он никогда не был настолько географичным, как в этот раз. Но это связано с составом участников. Понятно, что предположив такой состав участников, и состав вектором он тоже был сформирован соответствующим образом. Поэтому, конечно, я хочу сейчас представить в принципе всего вектором и дать кратко характеризовать то, собственно говоря, с чем они будут знакомить. Расписание остального участников подробно есть. Это рабочее, я еще раз подчеркиваю, но тем не менее уже основное. Ну, в первую очередь мне очень приятно вам представить профессора Эджикова имени Герцена Василия Львовича Мартынова. Мы его знаем, конечно, по публикациям, прежде всего. Для большей части здесь присутствующий он известен по публикации. Это, конечно же, известие русского географического общества. Это, конечно, публикации ведущих академических журналов, журналов, ведущих вузов нашей страны. Это, конечно же, публикации журнала географии в школе. Но для части из нас, да, кто постарше, мы, конечно, Василия Львовича помним по нашему первому форуму географии для будущих поколений, который в 2001 году, тогда, будучи зампредом правительства, нынешний наш ректор Евгений Александрович Михайлович сильно поддержал. В 2001 году она познакомилась с географами, узнала, кто они такие. И вот, если Василий Львович помнит, да, был большой банкет в ресторане «Седьмое небо». Правительство республики очень сильно тогда побаловало учительство, которое съехалось действительно из всех регионов республики. И тогда вот мы говорили в то время, к сожалению, с ушедшим от нас нашим учителем Григорием Николаевичем Максимовым, что когда стали замахиваться, и тогда вот Василий Михайлович Савинов, который нынче проректор университета, тогда он работал в Минобле, в Минобле нашей республики. Замах был такой, что 15 лет не проводился такой форум. Потом посмотрели, подумали, 20 лет не проводился, 30 лет не проводился. Ну, в общем, выбирали, как бы замахнуться. Ну, в результате это подействовало на правительство, была хорошая поддержка. Ну, и вот с того времени и связи, и контакты растут. И тема официальная заявлена «Географические методы гуманитарных исследований северных территорий». Но здесь, конечно, достаточно можно подвижно, учитывая и уровень, и статус, и возможности, которые есть и у наших слушателей по заданным вопросам. Ну, и, конечно, у нашего уважаемого Василия Львовича, который мы благодарим, что принял наше предложение и приехал спустя ряд лет и у нас в Савинович. Спасибо. Второй лектор тоже географ, понятно, что вот, исходя из специфики данного семинара, это профессор Себастьян Гадаль. Я бы представил в других обстоятельствах, я бы его представил первым. Наверное, ну, принято так у нас в России, но не в данном случае, потому что он сейчас является профессором нашей кафедры географии с недавних пор, поэтому, по сути, он внутри. Он наш сотрудник, поэтому то, что там вчера прилетел, Василий Львович буквально только прилетел сегодня. Ну, и вот с профессором Гадальем мы обсуждали в прошлый его визит, и Дарья Николаевна, Крылова, которого, к сожалению, здесь нет, но она появится. Она у нас много лет работала в университете, она, собственно, помогала становлению молодежного сетевого университета нашей Арктики, наша Арктика, создавала вот основу нашего сотрудничества, но она получила хорошее предложение стать возглавец Татинский лицей, и, ну, переехала туда, но все контакты, все, мы ее ниоткуда не исключаем, она с нами продолжает сотрудничать, и вот завтра будет, и в последующий день тоже. И вот мы втроем обсуждали, я, Дарья Николаевна, профессор Гадаль, Дмитрий Ильич, по-моему, был, да, тоже? Мы обсуждали, значит, чем может быть полезен такой крупный специалист по ГИСА, который очень много делал международных проектов на уровне школы, и мы поставили очень сложную задачу, я не знаю, он справился с ней или нет, наш уважаемый профессор Себастьян, но это сложная задача, то есть посмотреть общедоступные ресурсы, инструменты, которые есть в интернете, которые могут быть легко использованы для сбора информации, для обобщения информации, для обмена информацией, и поэтому тема у него звучит, ну, так же, как и у Василия Львовича, значит, фундаментально, да, то есть поэтому они у нас открывают, первое я их представляю, это обучение работе специализированной программной среде, которая под разные цели создается, но мы хотим именно создать группу, то есть мы хотим работать в группе, чтобы это нам позволяло проводить исследования, и я вот позапрошлом году мы по линии ИРКО выезжали в Тарковский университет, да, к нашим коллегам, я все восхищаюсь, и там местные географы в Таркове показывали, тоже известная географическая школа, до сих пор она мощная на всем пространстве, они показывали за результаты своих исследований, как они подключались к сотовым телефонам, к мальпинным телефонам, узнают, куда же это жители Эстонии летом деваются из городов во время отпуска, и показывали, как эта карта меняется, собственно, вот я об этом говорил, профессор угадали, он сказал, что да, я примерно вот такое постараюсь рассказать, привести пример и сформулировать, ну а для нас это интересно, для того, чтобы мы могли приобрести новые формы выполнения исследований, привлечь детей на этот уровень, привлечь, чтобы эти исследования проявлялись. Так, следующий, значит, наш лектор, я, ну я прерву вот цепочку географов, разорву ее, значит, тоже представители не менее важной науки, философии, это вот Михаила Виктория Власевна, прошу добить, жаловать, она у нас заведующий, да, учебно-научной лабораторией философской основы гражданской культуры, лекцию, которую она прочитает, например, занятие проведет, она будет называться социокультурное пространство севера, очень активно взаимодействует с представителями культурной географии, ряд было организовано мероприятий, как здесь у нас в Якутске, так и в Москве, так и в Екатеринбурге, и вот совсем недавно коллектив под руководством Виктории Власевны ряд лет он провел очень интересное исследование, нужное исследование, исследование населенных пунктов центральной Якутии, значит, на предмет миграционного поведения населения, и в частности затрагивались межитнические отношения тех населенных пунктов, куда массово вселяются мигранты из республик, из стран ближнего зарубежья, то есть вот эта вот оценка очень интересная, вот она поделится тоже, как организовано это исследование, другими, естественно, своими наработками, но и в том числе предложат сотрудничество по совместным исследованиям. Так, следующий у нас лектор, это Кузин Вадим Юрьевич, здесь вот кандидат географических наук, снова мы возвращаемся к географии, значит, у него лекция будет называться занятие, общение, рекреатационный потенциал как фактор экономического развития северных территорий, ну, такая заказная тема, скажем, его попросили отработать, но он как представитель экономической, социально-политической и рекреационной географии, собственно, в этой теме сможет реализовать, должен реализовать свой потенциал и образование свое, и те исследования, которые он самостоятельно провел. Что представляет Воронежский госуниверситет по базе своих, как известно, у нас есть несколько представителей Воронежской географической школы в республике, и в институте международоведения очень известный, да, заведующий лаборатурой, и нынешний заведующий кафедрой географии университета, тоже представитель Воронежской школы, ну, а институтационное исследование выполнял, в общем, на госферанфуре при кафедре экономической географии Санкт-Петербургского госуниверситета, Анохин, и такую фамилию знаем, мы знаем, потому что Анохин был у нас научным руководителем, тоже для многих являемся учителем, в том числе для меня, руководителем моей дипломной работы Гнатилу Галинина Нисовна, в свое время посещала диссертацию. Ну, такие у нас связи, но мы надеемся, значит, Владимир Юрьевич у нас не просто огранистится с данным семинаром, а у нас еще ряд других с ним задумок, возможно, он у нас станет сотрудником нашего университета. Так, следующее у нас, так, ну вот, давайте, наверное, из тех, кто присутствует, посмотрю, некоторые лекторы только, собственно, на лекцию подойдут. Значит, отдельно я хочу представить Лену Дмитриевну Тарабукину, ведущего специалиста нашей кафедры, прошу обратить внимание, ну, значит, в данном семинаре мы с Леной Дмитриевной будем представлять результаты значит, социологических исследований, был проведен такой пилотный проект с университетом Версаля, в рамках, кстати, который раньше представлял профессор годами, сейчас он в более большом университете Экспарсель работает как полный профессор, но с университетом Версаля мы ряд лет тому назад начали проект, который характеризует климатические изменения в северных регионах, как это отражается на обществе, на жизни людей, и вот в этой весной здесь одна участница соезда-выезда вот я вижу присутствует значит, был отбор произведен участников и вот 10 студентов разных факультетов нашего университета разных специальностей они выезжали в три населенных пункта в трех заречных полосах провели обследование то есть была составлена анкета это все обсуждалось технология сбор сведений ну и вот Лена Дмитриевна она уже не только по этому проекту но и по ряду других очень хорошо помогает с обработкой социологических данных ну как соответствующее образование как кизик естественно представитель технической науки ну и человек который очень хорошо знаком с программированием поэтому работа в формате СПСС да то что у нас обрабатывается ну и в ряде других мы с ней посмотрим представим значит как это то есть что потом мы знаем что потом получается в итоге да когда выступают люди с результатами исследований но как до этого доходит не все не все владеют полностью инструментарием мы постараемся Лена Дмитриевна и я представить результаты дальше следующий у нас так Симонова Любовь Александровна представитель кафедры семироведения да она базовая значит кафедра для данного семинара поэтому больше значит ну мы в основном организаторами были вкраплялись частично как вектор но в этот раз чуть побольше будет наших представителей Любовь Александровна тоже значит по образованию географ ну работала в практической скажем так картографии много лет ну и здесь в рамках данного семинара она значит представит совместно мы с ней представим это тоже значит обработку материалов с применением ГИС мы с ней выходим на наслеженный уровень пространственной визуализации тех социально-экономических процессов явлений которые происходят ну и вот на примере стат данных касающихся сельского хозяйства республики животноводства вернее будет тоже показано как можно обрабатывать материалы как их можно представлять и доводить для того чтобы потом получались какие-то корректные заслуживающие внимания результаты так следующее у нас тоже очень важный человек для данного семинара и вообще для не только в этот раз но и на перспективу Матвеев Иван Александрович я прошу любить и жаловать он у нас выпускник одного из них Санкт-Петербурга но у нас он работает в университете в отделе информационных систем управления информатизацией но очень много прикладных вопросов касающихся различных вузовских аспектов в частности вот мы с ним сотрудничаем два года да с Иваном Александровичем в рамках центральной приемной комиссии мы создавали все это открытую систему подачи документов ответов на вопросы база данных обновление автоматической списков подающих документов автоматическое зачисление с учетом того что выбирает на несколько специальностей подают документы взаимное исключение этого и так далее очень много такой вопрос ну естественно понимая что не должен такой вот скажем талант программиста только пропадать такой текущей работе вот сейчас мы пытаемся сотрудничать в частности он помогает нашему новому вот журналу университетского удара редакции журнала новый мир Арктики тоже создать соответствующий движок по размещению статей по поддержке сайта и так далее здесь вот значит Иван Александрович с упомянутой мной Дарьей Николаевной покажут собственно вопросы значит касающиеся тех баз которые есть у нас уже в интернете это работа с интерактивной картой улуса населенных пунктов республики и Иван Александрович значит коротко тоже там покажет инструменты которые используются для визуализации результатов проекта мезотомер республики Сахай-Атути и вообще мезотомер в школах который является международным проектом так кто еще у меня сейчас я я продолжаюсь вспоминаю так из так из присутствующих лекторов все по-моему да все ну и у нас здесь не подошла но тоже у нее там свои есть причины трое маленьких детей тоже лектор будет очень интересный давно я хотел чтобы она с нами поработала это будет не устроена Алиса Борисовна научный сотрудник Центра социальных проблем труда Академии наук республики календар социологических наук который вот лет 10 тому назад проводил очень интересные исследования социальной мобильности населения северных территорий ну а сейчас кроме исследований тех старых у нее очень много исследований прикладных по населенным пунктам республики разных регионов в том числе северных направленных на изучение занятости мобильности в семьях поведение молодежи то есть тоже она расскажет о практических инструментах как можно организовать и провести исследования ну и мы еще раз повторю что все лекторы они ориентированы на то чтобы в будущем можно было сотрудничать с конкретными школами или через вас как представителей своих улусов своих школ с другими предметниками или с кем-то еще кому это будет интересно так что у нас еще значит прошелся я по программе услышали практически да ну и у нас значит кроме такого делового общения у нас еще запланированы с вами несколько раз мы там с вами встречаемся в товарищеском режиме на ужинах общаемся тоже используем это время кроме того ну отдельно мы будем Дмитрий Беричок доводить касается культурной программы тоже отдельно будем общаться мы вообще-то планировали конечно что все будут жить в одном месте так как было запланировано для общения но у некоторых тут свои есть семейные обстоятельства у кого-то здесь дети у кого-то родственники это мы тоже учим так ну и у нас собственно завершающая часть мы будем каждый день с 2 раза вечера какую-то проводить анализ общаться может быть отдельно оставаться когда некоторые будут уходить я Дмитрий Ильич с участниками чтобы мы могли сразу что-то корректировать и планировать вперед тем более что мы подготовили документы с кем-то уже давно было обсуждено договора сотрудничества где-то у нас значит обсуждались уже конкретные проекты мы это с вами должны будем подписать ну и вот на последний день у нас на 31 число мы запланировали там у нас остается мы кусочек оставляем специально время назвали дополнительная лекция по согласованию мы вырезаемся может быть это будут отдельные встречи по отдельным проектам и закрытие семинара официальное мы обратились государственное собрание с просьбой поддержать учителей участников семинара поскольку люди приехали те которые уже что-то сделали для развития образования республики в два комитета мы обратились один пока у нас откликнулся два уже откликнулся ну два значит нас поддержали соответственно у меня будут сказать видимо полномочия представителей двух профильных комитетов один комитет это по образованию да Натанина Танасина Григорьева второй профильный комитет по вопросам арктики Голомарева Елена Христопоровна значит будем вручать тоже вам соответствующие грамоты которые будут отмечать ваш тот вклад который был сделан до этого ну и в рамках семинара понятно что тоже учителя получат наши сертификаты и значит официальные документы от имени и семинара и от имени ректор университета Евгения Царина Михайловна так кратко если вот такой план работы у нас значит понятно что мы сейчас вот исходя из тех тенденций которые в мире идут в исследованиях идут очень много исследований проводится в дистанционном формате но понятно что методика должна быть одинаковая соответствующая поэтому мы здесь конечно много хотим такого в методологическом плане в идеологическом плане проговорить потому что создаваемый сетевой университет наша Арктика он у нас призван именно эффективно работать даже если мы друг друга будем только через скайп видеть или переписываться по электронной почте ну и возможно у нас по скайпу подключение будет от Кенжи Юшикава ну это мы смотрим сейчас хотя он совсем недавно был и когда все реки замерзнут он снова приедет для того чтобы иметь возможность дальше ездить устанавливать мерзлотомеры в тех кулусах которые он еще не смог добраться в теплое время года если значит вот вопросы какие-то пожалуйста задавайте по формату да но еще я приношу извинения тем наших традиционным участникам кто приходит аспиранты студенты что в этот раз у нас в большей степени мы ориентированы на состав основных лекторов то есть это вот учителя которые приехали с ними мы будем проговаривать по мере возможностей мы будем с вами общаться но основная часть лекции здесь вы обратите внимание наши встречи проходят на 508 кабинете УНК этот же корпус 5 этаж это кафедра североведения там встречи будут проходить ну и чисто по вопросам я Дмитрий Ильич и другие представители кафедры североведения будут рады вам помочь спасибо за внимание так давайте что Дмитрий Ильич есть объявление еще? пожалуйста пока все хорошо в принципе на сегодня мы так запланировали мы лекции сегодня не делаем тем более что мы связаны с тем что у нас ряд коллег только сегодня два человека прибыли они едут к месту размещения и на завтра мы надеемся что соседи смогут преодолеть погодные условия остальные прибыли ну и ближние значит заречные завтра несут развитие все тогда пока спасибо значит будут все всегда могут остаться им все надо будет еще технически встречаемся всем большое спасибо